Я хочу пригласить его превосходительство. Мне приятно приветствовать президента Совета Министров Республики Италия Мато Рензи, которому я предлагаю выступить перед Ассамблеей. Господин председатель, ваше превосходительство, уважаемые коллеги, дамы и господа. Я хочу выразить удворение и гордость народа Италии, чедрого и ответственного народа, голоса народа, который каждый день спасает сотни братьев и сестер в Средиземном море. Мы должны глубоко задуматься, а не просто заниматься принятием лозунгов. Речь должна идти о том, что постоянно мы видим по телевидению, мировых СМИ. Я принадлежу поколению, которое считает, что социальные СМИ это мощнейший механизм в открытии горизонтов свободы, для того, чтобы изменить нашу жизнь и взгляды. Но мы иногда рискуем увязнуть в обсуждении одной какой-то выбранной темы. Я хотел бы сейчас задуматься несколько шире. Если посмотреть на Италию на карте, то это как бы мостик между Севером и Югом, между Европой и Африкой. Это мостик и между Востоком и Западом, от Средиземного моря до Балкан. И вот в силу этой географической и культурной особенностей Италия всегда была в культурной лаборатории. И именно поэтому мы были первыми в Европе, кто осознали величие того, что сейчас происходит в Средиземном море. С самого начала мы говорили, даже здесь, на ассамблее в прошлом году, что вопрос беженцев – это не вопрос их количества. Проблема миграции – это не проблема организации или количества. Это проблема страха, страха, который пронизывает наше общество. И мы должны серьезно к этому подойти, если мы хотим справиться с этой проблемой. В греческой мифологии Фобос был богом страха. Он мог парализовать любую самую большую сильную армию. И иногда проигрывал легкие бои. И именно поэтому город Спарта построил памятник Фобосу, храм для Фобоса. Европа была создана для того, чтобы преодолевать страх, чтобы вместо страха были идеалы мира, сотрудничества и цивилизации. И на протяжении длительного периода Европа побеждала. За последние 70 лет наш континент оставила позади столетия войн, гражданских войн. Европа была нашим домом. И для меня, который видел, как пала берлинская стена, мы в этом увидели одну из причин придерживаться основ общественной жизни. Европа была создана для того, чтобы ломать стены, а не возводить. Именно поэтому мы на передовых рядах по спасению миллионов мигрантов, которые бегут от войны и отчаяния. И я сопровождал ген-секретаря Банки Муна на одном из наших судов, который сейчас проводит операции по спасению. Уседаление проблем потребует определенного потенциала на глобальном уровне, потребует партнерства с африканскими странами, потребует серии инициатив, особенно в рамках Евросоюза и Евросоюза. Как я недавно подчеркивал в Адис-Абебе, на саммите, когда организована была ООН. Но вопрос следующий, уважаемые коллеги, уважаемый господин председатель. Сейчас, когда ООН 70 лет, наша организация сегодня сознает важность своей роли. У нее есть мудрость признать свои сильные стороны и возможности исправить ошибки. Мы хотим обеспечить лучшее будущее для ваших детей, для моих детей. И я думаю, что нам нужны усилия всех. Италия не будет идти назад. Мы поэтому выдвинули свою кандидатуру в число непостоянных членов Совета безопасности в 2017-2018 году. Мы сможем, мы надеемся, содействовать созданию мира завтрашнего дня. Мы должны создать альтернативу для культуры, анархии, границы Европы. И тут я говорю об укреплении прекращения огня. Мы приветствуем договоренность между США и Кубой, которая имеет историческое значение. Я думаю о надеждах, которые у нас есть в результате новой сделки по Ирану. Это открывает новые надежды. Сейчас, когда мы будем выполнять принятые договоренности, мы подтверждаем право государственного существования. Лишь на основе диалога и переговоров мы можем найти путь для лучшего будущего поколения. Диалогу нет альтернативы. Деликатный я в Палестино-Израильский вопрос. Надо вернуться за стол переговоров с тем, чтобы прийти к решению двух государств, которые жили бы друг с другом в обстановке мира и безопасности. Эта ассамблея характеризуется в дискуссии по вопросу Сирии. Все мы своими собственными глазами видим последствия инерции и бездействия. Мы должны найти подлинно-политические решения. И это требует мужества, чтобы мы посмотрели в глаза реальности и сказали, что сейчас, как никогда ранее, очень опасный враг стоит у наших дверей. Враг терроризма, экстремизма. Италия гордится тем, что мы возглавляем коалицию по подготовке полицейских сил в Ираке. Мы знаем, что работа сил безопасности очень важна для того, чтобы гарантировать безопасность семей, которые возвращаются к себе домой, безопасность для женщин, детей. Мы и впредь будем работать вместе с США и Саудовской Аравией и будем продолжать ведущую роль в рабочей группе по борьбе с терроризмом. Мы понимаем, что дальше не ограничен над действием этим регионом. Есть очень широкая гамма, мозаика, интересы в этом регионе. Но мы должны начинать с Севера Африки, с Ливии. Я вновь обращаюсь к призывам к тем, кто хочет мира в регионе. Мы хотим единства. Нам надо объединить наши усилия в борьбе с терроризмом. Мы должны знать, что наши братья и сестры все в стране одиноки. Италия готова сотрудничать с правительством национального единства для восстановления страны и возвращения ее к нормальной жизни. Италия готова играть ведущую роль в механизме, который помог бы в стабилизации Сирии на основе санкций международного сообщества. Но, господин председатель, дамы и господа, наша роль в борьбе с терроризмом имеет много причин. Это борьба за ценности, это борьба за культуру. Террористы хотят нашей смерти. И они хотят, чтобы мы жили так, как они будут диктовать. Именно поэтому та борьба, которую мы ведем сегодня, это борьба против мрака и страха, потому что страх порождает терроризм. Это особенно ощутимо в области культуры, когда террористы уничтожают школу или университет. Они не уничтожают прошлое, они уничтожают наше будущее. Италия – это страна, где была рождена культура сохранения. Мы гордимся своими корнями, своим периодом из рождения. У нас очень много мест под охрадой ЮНЕСКО, которые находятся, поэтому мы вместе с странами, партнерами хотим быть хранителями культурного наследия. И мы должны принимать меры и здесь, в городе Нью-Йорк, и в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, в рамках других организаций. И наша страна предлагает создать международную целевую группу с участием военных и полицейских для защиты и возрождения исторических мест. И эта целевая группа будет работать под эгидой ЮНЕСКО. Ее можно развернуть под эгидой городворческих операций ООН. Давайте не будем забывать о том, что даже наша Европа сейчас сталкивается с риском того, что у нас не будет возможности уничтожить ростки терроризма. Надо внимательно следить за тем, что будет происходить в ближайшие месяцы, то, что происходит в Бельгии, в Франции, в других странах. Мы видим, что мужчины, рожденные в европейских странах, которые получили образование в европейских странах, они вдруг становятся террористами и выступают против прав человека и против самого существования нашего континента. Поэтому я считаю, что нам важно преодолеть эту проблему сообща. Благодаря нашей миротворческой инициативе, о которой вчера говорил президент Обама, мы считаем, что эту модель можно развернуть в различных странах. И мужчины, и женщины, которые развернуты в этих миссиях, должны получить нашу высокую оценку. Мы поддерживаем усилия Афганистана и по обеспечению демократии. Совет безопасности тут будет важен. Группа во имя консенсуса должна работать со всеми членами права человека, которые сейчас находятся под угрозой. Для нас является важнейшим элементом на любом уровне. Я имею в виду резолюцию по вопросам женщин, мира и безопасности. Резолюция принята Ассамблея в прошлом году по мораторию на смертную казнь. Мы будем неустанно выступать в поддержку этой инициативы. И я хочу процитировать слова Папа Франциска, который здесь и в Конгрессе США призывал прекратить раннее замужество и увечение половых органов. Это общая задача всех нас. Развитие, мир требует обеспечить нашу планету всем необходимым для жизни. Мы должны осуществить чаяния в области сельского хозяйства. Мы вместе с акриканскими странами будем постоянно работать в этом направлении. Мы убеждены в нашем опыте и способности работать с Абча для того, чтобы обеспечить адекватное продовольствие для всех, бороться с голодом в мире, строить новые формы потребления. Чтобы женщины были в центре работы сельского хозяйства, нужно защищать мед и фермеров. Необходимо ослаблять конфликты, которые возникают из-за нехватки земли или воды. Это отнюдь не простепенные вопросы. Экспо Милана основано на Миланской карте и нашей готовности бороться с изменениями климата по мере того, как мы будем мобилизовывать наши усилия в Париже. В повестке 2030 мы согласны с важнейшими пяти направлениями работы, которые должны лежать в основе нашей деятельности на будущее. Я хочу сказать, что мы хотим решительно участвовать в усилиях стран, которые находятся в изоляции. И мы приветствуем наших партнеров из малых островных государств. Это маленькие государства, но они многое делают для проведения мероприятий по адаптации к изменениям климата. В октябре большая наша делегация будет в Венеции. Это один из наиболее красивых городов мира. И мы покажем, как мы противостоим опасности повышения уровня моря и что мировое сообщество недостаточно уделяет этим вопросам внимания. В заключении, как кандидат в число непостоянных членов Совета безопасности, мы хотим сказать, что то, что лежит в центре нашей политики, лежит в основе Совета безопасности. Мы думаем об этих ценностях не абстрактно. Мы не должны забывать, что то, ради чего мы здесь собрались, это не документ, это лица, многие лица в школах, дети учатся тому, что есть тесная связь между Африкой и Европой и Средиземным морем. Сегодня эти дети, это не просто какие-то кадры в кино. Они, это та причина, по которой мы здесь собрались. Мы считаем, что те ценности, которые мы обучаем в школах, первая важнейшая ценность, это человеческая жизнь. Этим летом мы все видели, как маленький ребенок погиб. И он погиб, его нашли на берегу. Я надеюсь, что мы все должны быть под впечатлением этого эпизода. Это должно подтолкнуть нас к тому, чтобы мы действовали. Многие дети погибают в Средиземном море, на борту тех, кто проводит эту торговлю людьми. Мы должны не забывать о других детях, кого мы даже не знаем. Я могу перечислить целую группу детей, Франческо Марины, Дорогим и так далее. Это те дети, которые родились на судах береговой охраны Италии, и их удалось спасти. Наша береговая охрана спасла тысячи человек и позволила многим родиться на наших судах благодаря той работе, которую проводили мои сограждане. Итак, я хочу сказать, что я хочу, чтобы эти имена мы запомнили, как именно те, кто не выжил. Как напоминание всем нам о том, что политика должна заключаться в восстановлении нашего достоинства, что у нас много задач, и Европа никогда не подвергнется больше страху, и Италия внесет в это свой гордый вклад. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ